Сегодня именно ты научишься делать крутые арты за 5 минут с помощью Coral Draw. Получится у нас примерно что-то вот такое. Поэтому если тебе нравится результат, смотри видео до самого конца. И ты сможешь сделать такого же уровня арт. Но кроме того, если ты хочешь более крутые арты научиться делать и увидеть туториал у меня об этом на канале, ставь лайк на это видео, это очень важно. И конечно в комментарии об этом тоже напиши. Тогда, если будет много активности, я сделаю еще один туториал, где научу уже более профессиональным и крутым артам. Все зависит только от тебя. Ну а мы погнали! Всем здорова интернет, с вами Дориан Карнет. Ну и да, сегодня вы научитесь делать крутые арты с помощью Coral Draw. Арт этот будет векторный и довольно-таки простой. Потому что для первого урока мне кажется важно выучить какие-то основные функции и возможности. Загружайте получившиеся у вас арты к себе в инстаграм и отмечайте там меня. Там есть такая штука при загрузке фотки, как отметить пользователя. Отмечайте меня, я ваши фоточки полайкаю, посмотрю. Если будут какие-то прям супер крутые, либо же арты на меня, у меня есть фоточки в инстаграме тоже, ссылка на инсту в описании. То я их залью к себе в сториз, а если будет прям очень крутое что-то, то их профик к себе залью. Поэтому давайте делиться тем, что вы умеете в инстаграме, я хочу на это посмотреть. Ну и кстати, если тебе нужно хорошее оформление канала, шапочка, аватарочка, может интро, ну или оценка канала, то заходи в мою новую группу по дизайну в ВК. Там работаю я и другие настоящие профессионалы. Делаем все вовремя, красиво, не по шаблонам, все довольны. Поэтому заходи по первой ссылочке в описании и заказывай у нас оформление, шапочку, аватарочку, интрошечку, ну а может и оценочку канала тоже. Ну а мы открываем прогу. Итак, как я и говорил, программа это CorelDRAW. Открыв программу, нажимаем создать документ. Здесь нам не особо важны размеры. Можете выбрать удобный для вас, но я лично выберу вот такую ширину и такую высоту. Нажимаем ОК. Изображение, если что добавлять, можно просто простым перетаскиванием. Перетаскиваешь фоточку с рабочего стола и все готово. Дальше просто за уголки подгоняешь по размеру. Теперь опускаем мышку вправо вниз и нажимаем сюда вот два раза. Здесь у нас открывается вот это вот нечто. В цвет выбираем цвет, которого здесь на работе вы видите меньше всего. Сейчас мы выбираем цвет, которым будем выбирать разные элементы на нашем арте. Поэтому выбирайте цвет, которого на арте меньше всего. У нас здесь нет зеленого, поэтому я выберу зеленый цвет. И ставим ширину просто на 0.5. Далее жмем ОК. Нажимаем вот сюда два раза. Жмем однородная заливочка. И здесь нам нужно выбрать цвет заливки. Цвет делаем примерно вот таким. Вот сюда вот мышечки наводите, сюда примерно тыкаете и получаете что-то вот такое. Жмете ОК. Теперь слева зажимаете на первый инструмент и выбираете инструмент Перо. Теперь колесиком просто зумим. И наша задача проста. Выделить главные какие-то объекты у вас на арте. Начать желательно с лица. Если у вас, например, на арте есть что-то еще. Главное работать четко по теням. Например, здесь четко видна бровь. И вот то, что вот так вот у нас идет тень. Поэтому так и начнем. Ставим точку. И ставим вторую точку где-то примерно вот здесь. Теперь зажимая мышку, вы можете всячески рода изгибать вашу кривую. Советую делать их плавными и не переусердствовать с этим. Когда вы ее сделали, если вам нужно сделать прямую линию, можно зажать Alt. Нажать вот сюда вот на узел. И теперь вы можете рисовать ровно прямую линию опять же. Ну и далее, таким образом, нам нужно просто обвести какие-то основные черты, основные тени что ли. Помните, то что вы делаете, а, обводить прям точь-в-точь не нужно. Можно допускать какие-то крайности, делать разного рода такие вот зазубринки что ли. Выделять неровно и добавлять всякие такие вот фишечки. Ну, например, вот что-то такое, это у нас бровь и тень под глазами. Давайте добавим еще одну тень, это у нас вот здесь вот она будет. Ну и далее, выбрав инструмент Ellipse, делаем примерно вот такой вот зрачок. Не стоит забывать, что у нас есть еще вторая наша бровь. Дальше также выделяем волосы. Но опять же, не забывайте то, что волосы у нас неровные. Поэтому иногда стоит добавлять вот такого рода неровностей. Допустили ошибку, жмете Ctrl-Z, все удаляется. Все как в любой другой программе. В конце, когда вы обвели волосы, у вас там может быть и с бородой человек, и без бороды человек. Объединяйте первую точку с бородой. И последнюю. У меня это личное объединение произошло здесь. И тогда у вас все это зальется прекрасным коричневатым таким цветом. Далее, давайте поработаем с ухом. Опять же, ориентироваться нужно по теням, так как тени наш главный ориентир. Обводим мы в основном именно по ним. Если вам нужно объединить две формы, вы их нарисовали случайно, там не знаю, соединили или что-то еще. Зажимая Shift нажимаете на обе, потом объект, формирование, слияние. И бац, у вас такой вот плавный переход. Таким образом можно дорисовывать всякие разные вещи. Например, выбирая инструмент перо, можно дорисовать пару таких вот усиков, скажем так. Когда вы это сделали, выбираете инструмент создания форм, зажимая Shift выбираете вот эти вот все три формы, нажимаете снова объект, формирование, слияние, бац. И у вас удаляется этот переход, который до этого был. У вас все теперь плавненько и красиво. Далее уже давайте выделим немножечко его шеи. Можно выделить всю одежду, можно не всю. Это не особо важно. Что-то типа вот такого. И да, давайте пока про глаза не забыли, вернемся сюда. Здесь вам нужно еще буквально парочку движений сделать. Давайте нарисуем вот такие вот небольшие вот штучки у нас под глазом, чтобы смотрелось это куда более реалистично и интереснее. Также, что важно, давайте объединим все эти объекты. Можно немножечко это все дело подправить, сделать потоньше. Благодаря инструменту создания форм можно все сделать чуть-чуть поинтереснее. Ну а чтобы заценить, как это будет смотреться уже без вот этой вот зеленой обводки, нажимаем на объект и вот здесь вот ставим нет. То же самое сделаем и у всей башки. Нет. Далее давайте выберем инструмент интеллектуальная заливка. Нажмем вот сюда и выберем цвет. Нам нужен примерно вот такой вот цвет. Это у нас неплохой цвет для кожи. Ну и мы заливаем то, что у нас есть. Но согласитесь, не хватает сильно теней. Их мы и добавим. Опускаемся вниз и делаем вот такую вот примерно тень. Желательно смотреть на то, как фотка выглядела изначально. И вот смотря на ее тени, вы можете добавить уже свои непосредственно тени. Придумывать тени какие-то вообще не нужно. Тени делайте так, как я показал. Прячьте их контур под контур, который у нас уже есть. Да, у нас выглядит это все дело вот так. Но это и не страшно. Во-первых, поменяем цвет заливки. Делаю цвет потемнее, например, вот таким. Нажимаем ОК. Нажимаем ПКМ. Порядок. На уровень назад. Бац. И у нас уже это все спряталось. Ну да, в цвете совсем удачный. Сейчас поменяю на другой. Вот такой будет получше. И также прорисовываем эту же самую тень в тех местах, где она должна быть. Дальше можно добавлять просто разные маленькие детали. Например, не знаю, там серегу в ухо. Глаз сделать белым, именно зрачок, как я сделал, например. Добавить больше теней. Добавить маленькие волосики. Можно хоть каждый волосик прорисовать. И можно сделать еще очень-очень-очень много всего. Но самое главное, что мы обвели человечка. Мы сделали арт. И он выглядит похожим на то и на того, кто был в оригинале. Следовательно, наша задача выполнена. И это заняло не так много времени. Да. Первый раз, возможно, вы будете делать это долго. Еще не привыкнув к тому, как это работает. Что работает. Как программой пользоваться. Но со временем вы привыкнете. Будете это делать очень быстро. Можете даже, если вы начнете делать реально крутые арты. Начать их продавать кому-то. Открыть свою группу там. В общем, можно много всякого сделать. Но желательно сначала научитесь работать. Это очень важно. Вот и все. Довольно-таки быстро. Да, видео идет не 5 минут. Но у меня смысл тебя научить. А в этом не нужно спешить. Но когда ты уже научишься работать в такой технике. Ты сможешь сделать такие арты за 5 минут. Зависит от сложности и усидчивости. Ну и тебе спасибо огромное, что досмотрел видео до самого конца. Не забывай о том, что если ты поставишь лайк и напишешь свой комментарий под это видео. О том, что нужно больше туторов по артам. Я сделаю еще один урок, где научу более крутым, более профессиональным артам. Все только за тобой. Также не забывайте постить свои арты к себе в инстаграме и отмечать на меня. Арты на меня, либо же самые крутые арты, я буду постить у себя на странице, либо же в сторисах отмечать. Так что делитесь тем, что у вас получается, будет интересно посмотреть. Ну и еще, чуваки. Нужна хорошая шапка, нужна хорошая аватарка для канала, может нужна интро, либо оценка канала. Тогда скорее заходи по первой ссылочке в описании. Там будет ссылочка на мою группу ВКонтакте новую. Мы там дизайном занимаемся, с моими друзьями тоже профи своего дела. Работаем в срок, делаем качественно, даем разного рода гарантии. Самое главное, что делаем не по исходникам. Поэтому если тебе что-то нужно из оформления, интро, шапка, аватарка и так далее, может даже оценка канала, заходи по первой ссылочке в описании в нашу группу. Ну а тебе спасибо большое за просмотр, надеюсь тебе это видео очень понравилось. Также забудь подписаться на канал, если ты этого еще не сделал. Адьос. Субтитры сделал DimaTorzok